МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Не так страшны морозы, как холодная батарея топления. В последнее время это на себе ощутили многие горожане. О том, почему у чебоксарцев испортилась погода в доме, в следующем нашем репортаже. Буквально в начале недели городские власти отчитывались о том, как обстоят дела с теплом в квартирах горожан. Мол, на данный момент отопительный сезон проходит без особых проблем и серьезных технологических отказов. Однако состояние коммунальных сетей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Они изношены на 76%. На сегодняшний день на ремонт текущий капитальный выделяется около 80 миллионов рублей. По амортизации идет также 75 миллионов рублей. Коммунальных сетей 330 километров. В год мы ремонтируем около 10 километров, что составляет около 3%. Необходимо увеличить выделение средств на проведение ремонта теплосетей для того, чтобы минимизировать количество аварий в ближайшее время. Подтверждение словам главы администрации нашлось в тот же день. Популярные городские форумы запестрели сообщениями. У нас нет тепла. В понедельник после обеда появились фотографии с места событий по улице 139-я стрелковая дивизия. Батареи почти холодные, горячей воды нет. Прохладненько, да. Мичмана Павлова, 46. Тоже нет ни воды, ни отопления. Последние несколько дней кипяток шпарил из кранов. Вода кипела на полотенцесушителе. По Мичмана Павлу, 54, отоплений нет. Текут соединения труб батареям во всех комнатах. Хорошо дома оказались. А кого дома нет, соседку топят с верхнего этажа. Приезжали аварийщики, сказали, у всех так. Подобные посты 27 января могли написать сотни горожан. Из-за аварии без тепла и горячей воды остались 47 домов, 7 детских садов и 3 школы. Но несколькими днями ранее, 24 числа, о том, что батареи стали холодными, сообщали жители Новоюшки. Время 18 часов, отопления нет. На улице уже минус 20, в квартирах холодно, на термометре в домах всего плюс 17, у кого и ниже. Тепла нет в домах, пенсионеры и дети мерзнут в Новоюжном. Тревожные сообщения в интернет-сообществе появлялись и сегодня. К примеру, вот что происходило недалеко от торгового центра «Семь холмов». А затем без горячей воды остались жители улицы Эльгера. С 13, для устранения поражения трубопровода, диаметра 108 мм, между домами 6,8, будет эльгера. Отключали теплооснабжение и горячую воду. Скоро должны закончить уже, где-то по 17, сказали. Кстати, узнать подробности аварии у тех, кто занимается содержанием тепловых сетей, у нас не получилось. На сайте компании указано, чтобы взять интервью, нужно заранее, а именно за 24 часа до предполагаемого интервью подать заявку в пресс-службу. Что ж, в отличие от журналистов, которые, вероятно, аварии должны предвидеть, коммунальщикам зима в очередной раз подкралась внезапно. Ольга Пырочкина, Республика. Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня о проделанной работе отчитались батревские власти. Район лидирует по многим показателям, отметил на совещании глава республики. Но и замечаний хватает. Дмитрий Ковалев продолжит тему. В свой рабочий визит в район глава республики начал с посещения одного из самых передовых картофельных хозяйств. Летняя засуха агралиев не обошла стороной. Урожая в прошлом году собрали меньше, но все же закрома удалось заполнить до отказа. Неплохие всходы, говорят руководители, дали элитные семена. Здесь уже вовсю готовятся к весеннеполевым работам. Поля планируют засеять уже проверенным материалом. Выращивают у нас почти все хозяйства. В данном хозяйстве 330-350 гектаров ежегодно сажают. Хозяйство Малала, Красное Знамя, Исток, Первомайское, Труд. Это картофельное хозяйство, которое получает максимальную прибыль от реализации и продажи картофеля продовольственного. Хозяйство расширяется с каждым годом. Недавно было построено новое хранилище на 2000 тонн. В самое ближайшее время планируют возвести еще один ангар и оборудовать новый коровник. Несмотря на аномальную жару, в хозяйстве завершили год с неплохими показателями. Для других сельхозпроизводителей это должно послужить примером. Они прибыли увеличили в 1,7 раза и от растеневодцева, и от животноводцева. Вот это главные показатели, ключевые показатели, которые дают возможность дальше развиваться, оформлять субсидируемые кредиты. Но необходимо думать не только о модернизации хозяйств. Заработная плата работников отрасли в Баттерском районе оставляет желать лучшего. А в некоторых организациях аграриям и вовсе дают деньги в конвертах. Разобраться в этой ситуации должны правоохранители. Обратить внимание необходимые на пустующие земли. Более 7 тысяч гектаров до сих пор дожидаются своих собственников. Активнее муниципалитет должен заниматься регистрацией земельных долей. Формировать эти участки в последующем, чтобы в соответствии с законодательством можно было предоставлять тем юридическим лицам или предпринимателям, которые обеспечить его целевое использование. В Баттерской районной больнице ощущается дефицит врачей. Хотя ситуация все же меняется. Молодых специалистов на село удается завлечь благодаря программе «Земский доктор». Не забывают власти об исполнении социальных программ. В прошлом году здесь возвели новый детский сад. Сейчас в очередях стоят всего 190 ребят. Что касается необходимости строительства детских садов, то в этом плане государство готово. Самое главное, у нас были здоровые, любимые дети. Вообще в районе за последние годы произошел заметный демографический скачок. Есть и другая, не менее положительная тенденция. В Баттере в прошлом году было заключено более 300 браков. Этим может похвастать далеко не каждый муниципалитет. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, поддерживать многодетные семьи. Глава местной администрации доложил, что им уже предоставили земельные участки. И многие начали строительство домов. На совещании чествовали и лучших из лучших. Аграрии, медики, преподаватели получили благодарности, грамоты и подарки. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Рабочая поездка главы Чувашия в Шамуржинский район также началась с посещения наиболее значимых социальных объектов. Михаил Игнатьев работал в районе допоздна, а наша съемочная группа еще не вернулась из поездки. Видео мы получили с помощью мобильного передатчика. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, Шамуржинская больница на хорошем счету в ведомстве. По нацпроекту здоровья и программе модернизации здесь был сделан ремонт и закуплено новое оборудование. Кроме этого, районные власти не один год вкладывали деньги в ЦРБ. А при таком внимательном отношении результаты всегда убедительны. Причем заметны они не только чиновникам, но и пациентам. Я вообще-то здесь всегда лечусь. Это моя больница родная, как говорится. Мне все удовлетворяют здесь чисто, аккуратно, врачи на месте. Глава Чувашия осмотрел операционный блок, одно из самых востребованных отделений в больнице. Почти 80% пациентов с хирургическими патологиями оперируется на месте. В межрайонный центр и Чебоксары отправляют только самых тяжелых больных. Для удобства жителей работает электронная запись к специалистам, которых в районе также достаточно. Неподалеку строится новое здание Дома ветеранов. Сегодня три центра временного проживания по району. Фактически живет 38 человек, поэтому мы закрываем полностью все эти старые деревянные, фактически пожароопасные здания и все будут переведены сюда. По большому учету можно даже замкнуть сюда и часть Батревского района, потому что условия здесь, конечно, будут значительно лучше, чем они есть на сегодняшний день в районе. Работы идут по графику, и пожилые люди отметят новоселье точно в срок. Более подробно об итогах социально-экономического развития Шамушинского района мы расскажем завтра в программе «Республика». Людей будут принимать больше, а времени на это тратить меньше. В Чебоксарском многофункциональном центре заработали новые окна. Было 23, прибавилось еще 6. Новые окна в МФЦ открыли, чтобы за самыми популярными услугами от федерального до муниципального значения не выстраивались длинные очереди. Сегодня мы оказываем 158 услуг, но из них может быть услуг 12-15, наибольшей популярностью пользуются. Это услуги ФМС, российские, заграничные паспорта, регистрация сделок с недвижимостью Росреестр, постановка на всевозможные очереди, на получение субсидий, на жилье, на садики. Принимаем по принципу одного окна, то есть у нас во всех окнах принимается весь одинаковый набор услуг, оказываемых стенах МФЦ. Новые окна продолжат открывать, но уже в других зданиях, так что в недалеком будущем свои центры появятся в микрорайонах города. Так в северо-западном под эти цели планируют реконструировать здание по адресу Ильгера, 18. В Калининском районе МФЦ предполагается построить недалеко от ДК трактор строителей. Ну а в юго-западном районе 19 окон заработают уже в этом году, их разместят в ДК «Салют». Увеличивать будут не только количество окон, но и перечень услуг. Граждане сюда приходя отмечают, что не все присутствует, что они хотели бы видеть. Сегодня идет обсуждение введения всех услуг ЗАГСа у нас. Также большой процент граждан пользуются этим услугами. Это свидетельство о рождении, регистрации в браках, к сожалению, развод. Задача власти города перевести все городские услуги, сегодня их 60, в стены МФЦ. Уже не надо будет ходить в стены администрации города, беспокоить чиновников, теребить им и себе нервы. Кстати, список услуг, которые оказывают в МФЦ, сейчас можно найти на сайте организации. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня отметил бы 85-летний юбилей чувашский писатель, заслуженный работник культуры Лаврентий Таллеров. Сегодня в Литературном музее прошел вечер памяти известного прозаика, публициста, переводчика и журналиста. Лаврентий Таллеров родился в Комсомольском районе 27 января 1929 года. Работал в редакции Комсомольской районной газеты «Октябрь и Лави», в редакции газеты «Коммунизм и Лави», журнала «Таван Адал». Был корреспондентом «Чуваш-радио». Он находится в самом сердце у тех, кто его хорошо знал, кто общался с ним, кто читал его произведения, кто читал его статьи, глубокомысленные статьи и романы, повести, рассказы. Кто слушал его выступления, это был замечательный человек. Свой первый рассказ Таллеров опубликовал в журнале «Капка» в 1956 году. В литературу вступил как прозаик и публицист с короткими зарисовками и критическими выступлениями. Затем появились произведения среднего жанра. Есть в прозе Таллерова и исторические романы, в которых воссоздана панорамная картина прошлого чувашского народа. Чтобы написать повесть, роман, тут нужен большой простор, знание жизни. Он такими и был. И второй момент, что привлекало, это, конечно, манера одеваться, внешняя такая культура. Он всегда был обрядный. И костюмы, и рубашка, и галстук. Очень гармонично выглядели. Сегодня в литературном музее собрались друзья и соратники писателя. Они не только вспоминали биографию Лаврентия Таллерова, но и отдали дань творчеству писателя. Татьяна Молокова, Светлана Ликимова и Евгений Анисимов. Республика. Новая жизнь старого здания. В одном из сельских поселений Ядринского района отремонтировали клуб. На второй день рождения пригласили нашу съемочную группу. Это больше, чем просто здание. Здесь бьется культурное сердце всего поселения. Реанимировать его помогла госпрограмма по модернизации сельских клубов. Теперь это Лапрокосинский культурно-досуговый центр. Здесь есть, где заниматься, чем заниматься, где выступать и где выставлять лучшие работы. А главное, сухо, тепло и без риска, что старый прогнивший потолок рухнет на голову. Обновилось не только здание у местных артистов. Теперь есть в чем блистать на сцене. Им купили новые костюмы и музыкальные инструменты. Ну а для самой сцены приобрели световое и музыкальное оборудование. Такому, пожалуй, позавидуют многие столичные учреждения. Кстати, есть здесь и свои звезды. Ансамблем «Лату» с поселения гордится с 1997 года. Ну а корреспондентов встречали не только песнями и танцами. Работники центра отмечают, именно творчество помогло попасть под программу модернизации. Их заметили, и вот результат. Ремонтные работы у нас шли не один год. Но в этом, в прошлом, в 2013 году мы сумели закончить эти ремонтные работы благодаря поддержке местной администрации, районной администрации и спонсоров. Ну и всему народу. У нас население, вот как мы сколько лет здесь проводили ремонтные работы. И на сегодняшний день все время приходят, помогают, добрым словом помогают. Всего в Чувашии действует более 700 культурно-досуговых центров. Ежегодно модернизируются около 30 сельских клубов. В этом году работа по оснащению и ремонту таких центров продолжится. Средства выделяют федеральные и республиканские бюджеты. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Так кропотливо над своими произведениями работает Евгений Акимов. В ход идут топор, стамески, нож и даже бензопила. Все четко по чертежам, все экспонаты уникальны, а повторить ручную работу просто невозможно. Мои коллеги побывали в мастерской речи Кападерева. Тем самым мы придаем некую, допустим, форму нашей заготовочки. Смотрите, если мы хотим создать какой-то образ, мы его создаем. Допустим, здесь у нас будет нос. Евгений в 1993 году закончил отделение резьбы по дереву Богородского художественного училища. Сейчас доцент кафедры технологии и предпринимательства. Прямо на наших глазах Евгений буквально за 10 минут небольшой кусочек дерева превращает в интересного старичка. То, что у нас получилось, это деревянная такая игрушечка. На полках в мастерской творца сказочные герои, дома, животные и птицы. Этими руками изготовлены тысячи деревянных фигур. Десятки из них украшают парки нашего города. И среди них сложно выбрать какую-то одну, говорит творец. Евгений уже более 20 лет занимается резьбой по дереву. Мать не может своих детей выделить. Это тоже его дети, это его произведение искусства. И самая лучшая работа, конечно, они на фестивалях бывают, когда выкладываешься по полной программе и охота показать, что ты лучший. Евгений Акимов – организатор международного фестиваля художественной резьбы по дереву «Бензопилой». В день города в столице Чувашии приезжают неоднократные победители престижных конкурсов. Руки художников творят чудеса. На глазах зрителей деревянные бруски превращаются в сказочных героев. Евгений участвует в подобных фестивалях за рубежом. Показывал свое мастерство в Шотландии, Англии, в Германии. На самом крупном в Европе фестивале. Помимо скульптуры с дерева, создает фигуры снега и льда. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня весь мир отмечает день рождения самого главного друга и помощника человека – автомобиля. Именно 29 января 1885 года знаменитый инженер и механик Карл Бенц презентовал свой трехколесный автомобиль с бензиновым мотором. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость 16 км в час. Но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Их было создано всего три. Два, скорее всего, украли. А третий до сих пор выставлен в музее в Мюнхене. В России первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был сконструирован в 1896 году. Но историю автомобилестроения можно прочитать и в интернете. Гораздо интереснее другое. За век с небольшим это изобретение превратилось в неотъемлемую часть нашей жизни. Сегодня в Чувашии на миллион двести тридцать тысяч населения зарегистрировано почти 300 тысяч единиц автотранспорта. Причем легковых автомобилей около двухсот сорока тысяч, грузовых – тридцать семь, автобусов – более шестидесяти трех тысяч. Самый старый из зарегистрированных железных коней в нашей республике – ДОДЖ 1941 года выпуска. Следом за ним ГАЗ-67, который сошел с конвейера в 1946 году. А в наши дни транспорт уже не роскошь, особенно общественный. Рассчитаться за проезд в маршрутных такси можно теперь с помощью транспортной карты или УЭК. 12 маршрутов оснащены терминалами для безналичного маршрута. Терминалы установлены на маршрутных такси номер 11, 12, 14, 15, 20, 20К города Новочебоксарска. И на междугородних микроавтобусах номер 626, 265, 511Э, 555, 112 и 536. Отметим стоимость проезда в общественном транспорте при безналичном расчете на рубль дешевле. На этом у меня все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин